Дорогие братья и сестры, продолжаем наши уроки, посвященные вопросам медиалогии. На трёх предыдущих занятиях мы говорили о могуществе, о первом атрибуте, о первом самосном атрибуте Всевышнего. И, как обещали в конце предыдущего занятия, сегодня мы поговорим о безграничности могущества Бога. Во-первых, напомним, что мы ранее доказали не только наличие у Бога могущества, но и безграничность могущества Бога. Потому что если бы могущество Бога было бы чем-то ограничено, соответственно, Бог был бы лишён какого-либо совершенства, совершенного качества. Не только отсутствие могущества является несовершенством, недостатком, но и ограниченность могущества является недостатком, несовершенством. А значит, это ни в коем мере, ни в коем образом не присуще Богу необходимым бытию, самодостаточному, совершенному, безграничному, ни в чем не нуждающимся. И также мы привели аят из священного Корана, который также доказывал безграничность Бога. Не только наличие у Бога могущества, но и безграничность Его могущества. Итак, в священном аяте сказано. «Воистину Бог единый над каждой вещью могущественным». Итак, этот аят, как откровение, доказывает не только наличие у Бога могущества, но и безграничность этого могущества. Таким образом, Бог в своем могуществе является безграничным. Но каковы последствия? Что это означает? Что означает безграничность могущества Бога? Мы подчеркнем несколько важных пунктов в этом отношении. Что означает безграничность могущества Бога? Во-первых, безграничность могущества Бога означает единобожие в могуществе. Как гласит один из лозунгов, исламских лозунгов, которые вы могли слышать неоднократно. Нет силы и могущества никого, кроме Бога единого. То есть безграничность могущества Бога означает не только отсутствие наряду с Ним второго безграничного, но и отсутствие вообще могущественного, как такового, как ограниченного, так и неограниченного, наряду с Богом. А как же иначе? Как же может быть иначе? Как можно себе иначе представить безграничное могущество? Чтобы было понятнее, о чем мы говорим, давайте приведем простой пример, чтобы было яснее, было легче представить это. Представьте себе человек по имени Абдулла обладает могуществом. Ограниченным, но все же могуществом. Представьте себе такую картину, что он обладает могуществом. То есть, если пожелает, совершает, если не желает, то не совершает. Например, его могущество ограничено каким-то определенным, одним определенным действием. Например, его могущество касается движения его руки. Если он пожелает, он поднимает эту свою руку. Если пожелает, то опускает. Итак, в этом его могущество. И этим его могущество ограничено. Больше ни на что его могущество не распространяется. Распространяется только на движение его собственной руки. И представим себе, что Бог могущественен, безгранично могущественен. И Абдулла пожелает поднять свою руку, а Бог пожелает, чтобы он не поднимал, чтобы эта рука не поднималась. И если сбудется желание Абдуллы, то значит желание Бога ограничено. Могущество Бога, проще прощения, ограничено. Ну а если желание Абдулла не сбудется, то значит на самом деле его могущество не только ограничено, но у него нет могущества по сути на самом деле. То есть он лишен могущества. И говоря о том, что Бог безгранично могущественен, мы подразумеваем под этим также и то, что наряду с ним нету никого, кто обладал бы могуществом. Абсолютно никого. И предыдущие примеры с человеком, его действиями, которые мы приводили на предыдущих занятиях, на самом деле всего лишь были примерами для того, чтобы вы могли себе представить тот вопрос, о котором мы говорим. А по сути, эти примеры какого-то прямого отношения к обсуждаемой нами теме, то есть к могуществу, не имели. Потому что Бог един в своем могуществе, никто наряду с ним не обладает могуществом. Если человек может совершать то или иное действие, которое также сопровождается выбором, например, тот же Абдулла, который выбирает то, чтобы поднять свою руку, и эта рука поднимается, то мы говорим всего лишь о том, что эта рука поднимается с помощью Бога, то есть его могуществом поднимается эта рука. И Бог поднимает эту руку тогда, когда Абдулла этого пожелает, когда он захочет этого. И даже само желание, то есть наличие у человека свободы выбора, свободы воли, даровано могуществом Бога. Держится на могуществе Бога. Именно Бог является вседержателем. Держателем не только бытия человека, но и всех его действий, всего его, всех его атрибутов, и качеств. Экзистенциональных качеств, конечно же. Таким образом, первое следствие безграничности могущества Бога – это отсутствие наряду с ним какого-либо могущества, как такого, как ограниченного, так и безграничного. И вторая особенность безграничного могущества Бога заключается в том, что безграничность могущества Бога свидетельствует о том, что для Бога нет никакой разницы между тем действием или этим действием. То есть, если говорить более примерно, для Бога нет разницы создать муравья или же создать всю эту вселенную во всем его могуществе. Почему? Потому что могущество Бога безгранична. А когда могущество безгранична, то терять всякий смысл, значение тяжелее, легче и так далее. То есть, создать то или иное творение легче, а то или иное тяжелее. Это теряет абсолютно какой-либо смысл, когда мы говорим о безграничном могуществе. Когда могущество безграничено, ничем не ограничено, то любое действие равнозначно для него. Абсолютно любое действие для него равнозначно. И это очень важно иметь в виду, и это очень важно понимать. Почему? Потому что, если мы это поймем, то поймем и то, что все, что создается Богом, создается не потому, что Он может это создавать, а потому что в этом есть какая-то определенная мудрость, какая-то определенная цель. Именно эти цели являются тем, что сподвигает Бога создавать то, а не иное. Создавать человека таким, каким он есть, а не каким-то другим. Создавать человеческое тело таким образом, а не другим образом. Создать вселенную именно таким образом, а не каким-то другим, отличным от имеющегося порядка образом. И, наконец, третий момент, третий пункт, который необходимо подчеркнуть, который также вытекает из безграничности могущества Бога, заключается в том, что нету момента такого, когда Бог приобрел могущество, и не будет такого момента, когда он его потеряет. Нету начала и конца этому могуществу. То есть нету той стадии, на которой Бог обретает могущество. Начало и нету того момента, когда Бог потеряет это могущество, то есть конца, конца этого могущества. Это три важнейших момента, которые мы можем извлечь идеи из мысли о том, что Бог безграничен в своем могуществе. И здесь необходимо также подчеркнуть, что имеются мусульманские течения, которые убеждены в обратном, то есть в ограниченности могущества Бога. И этим мусульманам были некоторые мутазелитские мыслители, которые считали, что Бог не властен над деяниями людей. То есть действия людей не подвластны Богу. Но это, конечно же, ложная идея, это заблуждение. Но эта идея возникла из того, что мутазелиты вопрошали и спрашивали себя о том, властен ли, могущ ли Бог над деянием людей. И если Бог могущ над деянием людей, то почему же Он их наказывает? Почему же Он их награждает? Ведь именно Ему принадлежит могущество, Ему принадлежит сила и мощь. Но они забыли о том, что деяния людей сопровождаются добровольным желанием совершить это деяние, сопровождается волей к этому действию, волей того или иного человека к совершаемому им греху или благодеянию. Таким образом, мутазелиты упустили очень важный момент. И это упущение повлекло за собой заблуждение в том, что могущество Бога ограничено. Итак, сегодня мы также затронем один очень важный момент, который, к сожалению, не успеем рассмотреть. Но рассмотрение оставим на следующее занятие. Вопрос о том, сможет ли создать Бог, например, камень, который Он не сможет поднять. Или сможет ли Бог, могуч ли Бог над тем, чтобы пропустить земной шар через игольное ушко, без того, чтобы менять размеры игольного ушка или же размеры земного шара. То есть это вопрос о том, властен ли Бог, могуч ли Бог над невозможным. Есть вещи, которые невозможны. Создание камня или же, что еще яснее, еще понятнее, создание второго Бога. Может ли Бог создать себе подобного? Конечно же, мы говорим, что Бог не может создать себе подобного. Бог не может создать камень, который сам же не сможет поднять. Мы говорим о том, что Бог не может пропустить земной шар через игольное ушко. Бог не может поделить апельсин на четыре части, но чтобы получилось пять частей. Делить на четыре, но получить пять. Бог не может умножить два на два и получить пять. То есть из самого умножения получить пять. Значит ли это все, что могущество Бога ограничено? Значит ли это, что Бог могущественен, но его могущество ограничено? Значит ли это, что Бог не безгранично могущественен? На этот вопрос мы, с позволения Бога, постараемся ответить на следующем занятии. А на этом я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok